Вот такой порядок у себя в жизни не поменял. Там настолько все убрали, все. Я такой звоню, она говорит, все, можно давать. Ну мы приезжаем, коты стоят. Дети, все в жабо такие. Юра такой заходит, говорит, Таня говорит, потрогай меня. Он такая, потрогал. Я говорю, нормальный, Таня, я живой. Я понимаю. Ну, короче, все, зашли ко мне в комнату, а он же как, простой такой, все. И, в общем, а у меня там студия стояла, я гордился своей студией. Он начал открывать, короче, я так говорю, тебе не надо. Ты не надо, не торчит, не торчит. Я такой спустую, все, что вот копил, тебе 5 лет. И потом, короче, он такой залазит, вот стол, ну там задница торчит, что-то провода там делает. Жена такой заходит, Юра, коп! Я так кофе, она такая, коп! А Юра, Тань, поставь, нормально все. Я вам чему это говорю? Он настолько был простой. Простой, да. Последний, когда был 1 февраля, он у меня, ну, в 22 году, мы вызвали такси, если эта девушка вот такси работает, ну, она знает. Мы, короче, поехали, сели в такси, он сел сзади, пакетку подвинулся, а я, как говорят, сижу. И она, вот мы едем, просто, она включает песню о летоцветах. Просто, ну, она же не знает. Что-то новое сидит. Мы едем в гостиницу от меня. Она такая, блин, так люблю эту песню. Я говорю, серьезно, а за что? Да, красавчик такой, все, вот этот, картовцы. Она такая, ну, все, начинает хвалить, потом, не ревния душа, ну, мои песни. Я такой, сижу, Юрка, мне неудобно. Я говорю, ну, что-то новое все знают. Короче, мы останавливаемся, все, выходим. Юрка такой, ну, кепки поднимает. Спасибо. Она такая, ну, что-то новое. Там просто, ну, просто человек вот такими глазами сидит. Потом такая на меня носит, картовцы. Ну, короче, девушка, она такая, все, все, с ней сколько. Вот это последнее. Я, вон, никогда так долго не прощался. Он очень долго прощался. Да, почему? Как чувствовал, да? Надя же. А вот, подрюшок. Да, он. Спасибо. 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 А лучше от него все. Очень жалко. Он с нами в сердцах. Он с нами всегда. Он всегда с нами навеки. Ну, все, а что, как девушка? Да, все нормально. Все нормально. А вас, держите. А вам не можно было предотвратить с ним? Можно же было вот вошли? Ваши, нет, нет. Ругались с ним. А, да вы что? Часто ругали. Почему? Потому что он не хотел петь нормально. Что он не хотел петь? Ну, Юрка, он, он никогда, когда писал голос, он никогда к себе. Он никогда не пускал никого. Он всегда закрывался один. Он у него был свой сольный микрофон. Его сделали под закат. По госу. Ну, заказал он, короче, в Германии есть мастер микрофона. Он сделал всего 257 микрофонов. За всю жизнь. И, короче, вот у него был 256-й. А мне он подарил 200 часов игр. А он? Он мне до сих пор хранится. Я в него пою все песни свои. Студийный микрофон. Какой-то крик решающий прям. А? У меня есть в виду, который последний? Да, ну да. Это крик души был. А вот то, что он говорил, что ему разин угрожат. Или реально так? Знаете, первый момент, когда он снял клип на песню, когда мы с ним написали «Не спорь со мной», где он там идет, совсем черный. А когда клип увидел, я говорю, что прощайся со всеми. Что за клип еще? Куда-то ты уходишь. Да это не так режиссеры увидели. Типа вот это вот туда-сюда. Я что-то, мне настолько насторожило, как это был хрень. Как будто ты, ну все, и пошел. Нет, клип шикарный, я не спорю. Спел все классно. И еще момент, есть песни, если видели клип, «Жизнь моя» песня была. Видели, где он поет, где инструменты уходят, он поет просто голосом и гаснет свет. Но вот тогда, когда первый раз это произошло, я говорю, Юра, я специально, он говорит, да фига узнает. А потом такой, смотрю, он задумался, типа, чего там погаснет. И в общем потом, ну и забыли. А тут что-то стало пересмотреть. А ваше мнение, предопротить можно было сливка? Андрей, правда на здоровье не так? Не так можно было спаси его вообще. Ну, человек встает утром. На здоровье не было, вот это ж было. Так а вот. Наоборот, обострение в последнее время было. Он просто курил часто, говорит. Курил как паровоз. Но ему это не вредило. Он бросал, мы с ним там забивались. Бутыл коньяка просходит. Не, вы понимаете, он утром звонит. Я говорю, что такое? Слушай, я, говорит, купил гриль. Я говорю, смысл? Ну, говорит, дома буду, как американцы, стейки жарят. Я говорю, давай. Часа через два звонит, смотрю. Короче, собаки сидят у него во дворе все такие. Юра! А у него, короче, не получается говядина. Они резиновые, он кидает, те жрут. У него такая куча сидит. Давай, давай, давай. Ну, короче. Часа, часов пять проходишь, к вечеру такой. Смотри, такой, берет. Получилось. Медиум прожар. И все. Потом, короче, соседи пришли, он там нажатил, всех угощал. Но мясо, конечно, угробил. Собаки его любили все. У него был пес. Знаете, такой есть. Римские войны, когда шли в атаку, брали вот этих собак здоровых. Они очень дорогие. Я не помню, как называется. Я когда к нему приехал в 2010-м в студию, мы записывали альбом. Я верил в его. Толитоцветов все эти песни. И меня встретил пес. А Юрка в это время спала, был охранник. Такая, ну, в общем, если собака встанет вот так, полностью, она вот такая. Ого! Там морда, ну, как три моих. Он такой, ты, говорит, не шевели, сохраняй, он, говорит, тебя понюхает. А сказать, что я гамаши обдристал, я ничего не делаю. Там просто все колготки были полные. Такая дура под сходинку. Какие? Раз меня понюхали, я такой, ну, все. Он такой, брюк. Пошел. Он, говорит, все, может ты. Я такой, ладно. Ну, в общем, все нормально. А у него, короче, кухня была, и вход, и выход с двух сторон. А дальше проходишь, там туалет один. Ну, так как я был шкодливый, я эту собаку доводил, короче. Я раз заквозил, а блин, я день его. Блин, 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 блин. Я бегу к той гире. У нас к той гире побегает. Я так, короче, его обманывал. И как-то получилось так, что я забежал в туалет, ну, и обманул его. А потом понял, а как я выйду? А этот сидит такой, и ждет. У меня по туалете просил 5 часов. Так, короче, этот антонизм. А как вы познакомились с ним? Съемлю что ли? Да. Волоски нет? Ну, это уже история вся легенда. На самом деле, если честно, на самом деле... Короче, едем, еду я в 2008 году на концерт выступаю. У меня там корпоратив был. Мне звонок, я трубку беру. Здравствуйте, я Аркадий Кадрюшов. Кто такой? Я говорю, и что? Он говорит, ну, у меня, говорит, вот, Юрий Шатунов, нам нравится ваша песня. Я просто новую песню не хочу, называется. Вот. Типа, все ништяк, мы хотим с вами работать. Я говорю, да хватит брать. Повесим. Ты чего, говорит, охренел? Я говорю, смысл? Я, говорит, Аркадьевич, продюсер Шатунов. Я говорю, даме Шатунова. Юр тебя зовут. Слушай, там, да чё ты, твой, тээээээээ. Продюсер, трубка берет, чё, привет, Андрюх. Я говорю, ты не Шатунов, он, здрасте. Я говорю, ну, Серёжа, успей, белые розы. Он, белые розы. Типа, Юр, а блять. Потом все. А потом, в ноябре, когда он приехал, я первый раз его увидел, уже воочию. В 2009 году, на концертном, замок, концерт дал. Там все, кстати, записи на этой весе. И он такой, слушай, говорит, ну, он идет, и я. стоим смотрим я бы чё бы как ну как нормально общаться с пафосом дорога минут 20 проходит обращение что выросли в одном дворе любимая песня вот он какую песню сам как он говорит который он все время когда узнал что какая твоя любимая песня звука ласково мой название сказал ничего не упал я бы никогда не кодил телефон и роман больше всех мне нравилось это песнь нужно в ней было столько всего-то мальчишеского любви а он такой блин а я бы ты и не помню я буду значит как белые розы под белые розы меня в армии дебиля били я пацаной был меня только призвали там а его песенка белая роза я не мог сейчас пойдем пойдем белые розы я не мог понять вообще но я должен про цветы по все остальное мне когда объяснил что белые розы это про детей детского дома что кузнецов писал все свои песни про детей и про него все песни написано кузнецовым про него